Это Барышников, Муреев и Годунов в одном лице. Такого явления в балете не было давно. Эти слова выдающейся балерины 20 века Натальи Макаровой адресованы премьеру балета Мариинского театра Денису Матвиенко. Этот артист – единственный в мире обладатель четырех гран-при на международных балетных конкурсах. Мариинский театр, я родной у меня театр. И здесь было сделано много, и с многими станцовано. Это исторический театр, и для меня это, конечно, мой любимый театр. И просто я старался всю свою жизнь взять от разных театров самое лучшее. И в конечном итоге выдать что-то особенное. Денис Матвиенко открыт к экспериментам. Всегда в пути, в вечном поиске новой хореографической лексики. На этот раз это независимый проект «Великий Гэтспи» по мотивам романа Фит-Жиральда. Хореография Дуайта Родена объединила представителей разных школ и стран, подтверждая, что одним из главных языков дипломатии остается культурный обмен. Организовать все это было нелегко, потому что действительно проект очень масштабный. Если переводить на язык фильмов, это блокбастер, который, в общем-то, делается не один год, и он делался действительно два года. Начиная с подбора композитора, хореографа, художника и так далее, и артистов, естественно. Проводился кастинг в Киеве, и набирались люди в нашей команде, и украинцы, и русские, и американцы. Может быть, я некоторых паспортов не видел, но, в общем-то, мы придерживались, в первую очередь, качества исполнения артистов и их талант, и есть у нас артисты, не имеющие образования балетного. Самой важной вещью для меня было создать спектакль, который, в первую очередь, был бы интересен исполнителям, подтолкнул бы их к дальнейшему раскрытию индивидуальности. Поскольку Денис очень сильный артист, невероятный танцор и прекрасный рассказчик, я хотел максимально заостыть внимание на драматургии. Главные темы романа «Великий Гэтспи» волнуют людей во все времена. Это любовь и предательство, зависть и тщеславие, а рядом с этим всегда одиночество. Я думаю, что каждый человек одинок по-своему, тем более артисты. Тем более артисты, которые, скажем так, в артистном уровне, когда взрослеют, ощущается этот уход времени в два раза быстрее, потому что век наш короткий. Конечно, ты еще совсем молодой, но понимаешь, что уже времени не так много, осталось что-то рассказать, что-то сделать новое. Субтитры создавал Денис. Когда я думаю о Денисе, я не анализирую, как он танцует, потому что обычно, когда он на сцене, я во власти его энергии, его неповторимой харизмы. Именно это и остается в моей памяти. Субтитры создавал DimaTorzok При всех каких-то неурядицах, и там проблемы были со здоровьем, и все это я прошел, и я сейчас, на данный момент, я готов танцевать классику, и могу ее танцевать, и танцевать неплохо. Но уверен, что наступит тот момент, когда это уже будет не так высоко, и не так много вращения, поэтому, наверное, нужно будет задуматься, нужно ли это показывать, потому что, в общем-то, хотел бы, чтобы зритель запомнился как танцовщик легкий, техничный. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это редкий случай, когда актер ничего не наигрывает, ничего не старается выжать из себя. И что бы он ни танцевал, а он огромный репертуар перетанцевал, он всегда подкупает зрителя буквально с первого выхода. Вот у него есть какая-то притягательность, и, конечно, его феноменальное совершенно мастерство, причем это дар от Бога и от родителей. Он в третьем поколении танцовщик. Вижу его на сцене, я вспоминаю рассказ Бунина «Легкое дыхание». Вот у него легкое дыхание. Да, у него легкое дыхание. Само прямо, да. Удивительное легкое дыхание. Само сценическое действие великого Гэтсби, оно выглядит очень органично. Но, конечно, там самая главная яркая звезда, конечно, Матвиенко. Ему нужно было давно уже шагнуть во что-то новое. У него другого еще дарования есть, которое он еще не использовал. КОНЕЦ КОНЕЦ